Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас по плану лазанья, которую приготовила я сама. И я, вы знаете, схитрила немножко. Я купила просто уже готовые листы лазанья, пожарила мясо и все это замиксовала и в духовку. Конечно же, я должна была что-то там намухлевать. Господи, немного неудобно без ножа. Я вам, кстати, рецепт оставлю, но там рецепт, как самому приготовить. Без вот этих вот вспомогательных моментов. Но я решила облегчить себе жизнь и просто взяла уже готовые листья лазанья, такие в упаковке Макфа. В супермаркете. Тоже очень вкусно. И безумно просто экономит время. Я обожаю мучные какие-то изделия, но, вы знаете, готовить их я их совершенно не люблю и не умею. Поэтому для меня топ это просто взять и купить. Я не знаю. Я не знаю, вам заметно или нет. Но у меня опух правый глаз. Почему так произошло, я немного не понимаю. Он два дня чесался. Я его, естественно, начала немного чесать. А сейчас уже он прям опух. Такое ощущение, что там что-то развивается. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое. Я боюсь, что он разрастется вообще. Спросила у бабушки, что можно сделать в таких случаях. Она мне подсказала такое средство, что я вам стесняюсь даже здесь сказать. Что туда можно намазать, чтобы все прошло. От всех беду бабушке это лекарство. Очень странное. Красилось. Решила немножко посмотреть Дом 2. Кто не знает, там есть старый участник. Глеб Жемчугов. И он как бы к своей девушке предъявляет за то, что она поправилась на 4 килограмма. А он сам весит где-то 130. Может, 150. Просто он высокий. Наверное, даже 150 весит. И вот я так посмотрела. И так обидно за девушек. Почему она не может сказать, что я очень извиняюсь, а ты сам на что похож? Почему ты мне предъявляешь за внешний вид, если ты сам не с идеальной фигурой, извиняюсь? В некоторых моментах реально так жалко становятся женщин. Все мы люди, все мы равны. Правильно. Почему мы должны для мужчины выглядеть хорошо, а мужчина для нас выглядеть хорошо не должен. а наоборот предъявляет, что а че так? Сейчас, кстати, дом 2 уже и на ютубе. Я помню, что раньше было жесткое пресекание какого-либо контента. ТНТ на ютубе. Они сразу жаловались. Эти каналы прикрывали. Которые делились анонсами, там даже малейшими. А сейчас они сами начали публиковать эфиры. Хотя долгое время сопротивлялись всему этому. Блин, так неудобно, мои хорошие. Я принесла ножик, чтобы было удобней, чтобы я замучилась. О! Это удобно, это я понимаю. посмотрела минут 15-20, дом 2, и поняла, что нет, опять неинтересно. Я пытаюсь его смотреть, когда крашусь, потому что у меня какая-то ностальгия. Вот я раньше постоянно, когда красилась, смотрела только дом 2. и тогда он был реально очень интересным. Для меня, по крайней мере. А такой дом 2, мне кажется, долго не продержится. то есть... Многие спрашивали в комментариях, как после ракутана чувствует себя моя кожа. Отлично! сколько уже, наверное, где-то месяц точно. Даже больше, полтора месяца, как я не принимаю ракутан. И все равно все отлично. кожа себя прекрасно чувствует. Я себя тоже... Я ем все, что я хочу, прям без исключения. В объеме, в котором я хочу. Не ставлю перед собой никаких ограничений, что это нельзя, то нельзя. Пофиг на все, можно все. Самое главное желание, чтобы хотелось это все схомячить. Мы вот вчера с парнем сидели, и он мне говорит, не стесняйся, заказывай 4 шаурмы. Я так посмотрела на него. И думаю, говори так всегда. Мне вот всегда, когда я не плачу за счет, мне так стыдно что-то лишнее заказывать. Я не знаю, у вас так же или нет. Мне безумно неудобно, если я не плачу за счет что-то много заказывать. Раньше у меня с подругами, знаете, как было? Например, сегодня мы сидим, счет плачу я. Завтра мы сидим, счет платит подруга. Но когда счет платила подруга, я сразу думала, в прошлый раз я дала, например, счет небольшой, к примеру. Не хочу загружать подругу, и закажу-ка я вот это вот. Хотя я хочу совершенно другое. Но потом я поняла, что самое крутое и удобное это немецкий счет. То есть каждый платит за то, что он съел. И в таком случае ты не становишься в неудобном положении. У нас в Азербайджане, особенно когда мужчина, он настаивает, что я заплачу за все. Когда училась в универе, у меня была одногруппница, с которой мы хорошо общались. Сейчас тоже общаемся. В общем. И получается, что мы были как компания. Я подружка, ее парень. Я как третий лишний. И, например, у нас перемена, так скажем. Парень тоже не миллионер. Из деревни приехал, не из деревни, а из района приехал и учился здесь в ПАКУ на платном отделении. Видно было, что они не сильно обеспеченные люди. И он всегда... Парень настаивал, что вот я заплачу за свою девушку, но я еще и заплачу за тебя. Потому что как-то неудобно. Я всегда была против этого. И у нас вечно были разногласия. Мне было реально очень как бы стыдно. У меня такое ощущение было, что я спиногрыз какой-то прихожу, сажусь, там, не знаю, ем, пью и за меня платят. Именно поэтому, когда они меня звали куда-то вместе с ними, мне уже было неудобно идти. Я люблю, когда каждый платит сам за себя. Мне вот эти вот подачки ваши не нужны. ненавижу в этой жизни быть кому-то должна. Иногда, например, смотрю вокруг, даже в универе, в школе, там, одна подруга, например, очень хорошо зарабатывает, там, из обеспеченной семьи, работает, плюс учится. А другая, ну, как бы из бедной, да, получается. И каждый раз платит та девушка, у которой есть деньги. Мне бы было безумно некомфортно в такой дружбе, в таких отношениях, неважно. Мне бы было бы очень неудобно. И я предпочитаю шведский счет. Каждый платит за себя. Даже элементарно вот на свидание. Я никогда не могла заказать что-то, что я хочу. но я и не согласна с тем, чтобы, например, мужчина пригласил девушку в ресторан, и они платят 50 на 50. Странная, да, у меня логика? И так меня не устраивает. И вот так. Если ты приглашаешь даму в ресторан, угости ее стаканчиком кофе. Последние, наверное, где-то два месяца я как раз-таки объявила своим подругам, так скажем, решение, что я хочу шведский счет. У меня есть еще одна подруга, про которую я вам никогда не рассказываю в видео. Во-первых, потому что она не говорит по-русски. Во-вторых, когда мы с ней видимся, куда-то идем, я никогда не снимаю истории. Но мы с ней вместе работали. Давно еще, очень давно. Вот. Она недавно начала встречаться с парнем. И она меня пригласила. Мы хотим сначала пойти, говорит, в кино, потом пойти посидеть в ресторане. В общем, сделать такой насыщенный день. давай с нами. И вот реально я отказалась только из-за того, что они за все это будут платить. Точнее, молодой человек. Откуда я знаю материальное состояние этого молодого человека? Может быть, для него это сумма, например, его зарплата. Может, он работает в какой-то такой сфере. Понимаете? Да и в любом случае, мне кажется, если бы я была бы парнем, это было бы очень неудобно. Я готовила лазанью в алюминиевой алюминиевой. Я готовила лазанью в алюминиевой такой формочке. И она, к сожалению, немного прилипла. Потом я края этой формы ножницами отрезала и положила себе на тарелку. Поэтому вот этот вот слой я его отлепить не могу. я наелась, моя хорошая. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Очень много людей смотрят меня без подписки. Именно поэтому я бы хотела, чтобы ты подписался и нажал эту красную кнопочку. Всех люблю, целую. Пока.